Я тебе должен сказать, что ты делаешь очень большое дело. В каком смысле? Тот, кто работает с Windows, это пользователь. Всегда. Да. Это 99,9% людей, которые никогда ничего в этой штуке, которая называется компьютер, не поймут. Почему? Потому что, во-первых, они не хотят, во-вторых, потому что они не умеют. Они не знают и знать не хотят. Ну, это еще, наверное, другая штука. Он, правда, на сегодняшний день устроен так, что там точно, как в Windows, можно только кнопки нажимать. Но, если у тебя возникло хоть какое-то там... А как это вообще, почему, что, где и зачем, идти на такое слово, консоль? И начинаешь потихоньку разбираться, что это, где это, как это, то уже через две недели у тебя на 100% больше знаний, чем у любого пользователя Windows. Это раз. Так, согласен. Мне раньше писали, там, ой, консоль, штука страшная. А пару уроков мы их посмотрим. Ой, господи, а что такое? Открыл вишенку, скопировал из нее команду, вставил в терминал, нажал Enter и вперед, и с песней. И весь страх тебе. Именно. Я вот, когда это было, кстати, тоже, а, с Украины парень, не с России. Молодой совсем парень, 21-22 года еще и живет где-то на Западной Украине. Вот. Такое я, ну, довольно, довольно такой разумный парень. То есть, быстро делающий правильные выводы, это уже хорошо, то есть, мозг работает. Так я ему просто элементарно говорю, ну, какая вот разница, Windows такой. Ну, я так позвонил, просто так, чисто теоретическая пикировка на тему Windows и Linux. И я ему говорю, ну, вот, посмотри, вот я тебе сейчас просто покажу. Я ему, значит, установил, господи, Тим Вайвер. Вот. И дал ему возможность смотреть, что я делаю на своем компьютере. Я ему задал очень простой вопрос. Я говорю, скажи мне, сколько программ одновременно ты можешь установить на Windows? Он говорит, ну, как скоро? Ну, одну. Я говорю, ну, теперь смотри. Я ему показываю через консоль, где я сразу 10 программ устанавливаю. И я говорю, понимаешь, все дело в том, что это не предел. Я мог бы написать и 20, и 30, и 40. Ну, да, там, через интерсанты. И все эти 40 программ стоят. Вот тебе реальный пример, почему Linux для меня лучше, чем Windows. Конечно, ты гораздо быстрее сможешь поставить на любую ось свои программы, да и вперед из песни. Только это. Я ему показал, когда начал задавать вопросы, каким Linux я пользуюсь. Почему я ему сказал, что я пользуюсь вот Архом, но я ему Арх не рекомендую. Почему? То есть уже пошли более какие вопросы. То есть, очевидно, я его все-таки убедил, что Linux в каком-то смысле лучше, чем Windows. В каком-то смысле. Понятно. Не, ну, это абсолютно доходчивые примеры. Вот тебе, пожалуйста, если я задаю такой вопрос. Ну, попробуй. Установи на Linux сразу 10 программ. Ну, все, парень, не привет. Или попробуй прочитай, что тебе пишет Windows по поводу ошибок. Это тоже ошибка, ближе, все, например. Windows вообще, когда-нибудь, кому-нибудь, писал, попробуйте сделать вот это, это и это, чтобы избавиться от ошибки. Никогда, а Linux сделает это все время. Ну, в этом плане, действительно, Linux очень дружественная среда. И когда на ней поработаешь, просто убеждаешься. Я тебе честно скажу, значит, вот я сейчас нахожусь на Винде, и заскочил я на Винду, я тебе скажу, у меня была не тронутая несколько месяцев, заскочил только для того, чтобы Юмиком сделать себе мультифлешку. Ну, вот, не пишет все то, что мне надо в Linux, потому что у меня, значит, флешка на 32 гига, и мне нравится очень сборка Сергея Стрельца, ее многие любят. А она ставится только через Винду, и одно из программ на Винде, которое можно сделать на флешку установку сразу нескольких осей, это вот является Юми. Знаю. Ну, вот, вот, так, самое интересное, значит, если сборки 17.2, цена моно, значит, ну, соответственно, это будет Ubuntu, наверное, 14.04, ставились и ставятся без проблем, то вот новый Linux Mint 18.2, это аналог Ubuntu 16, по-моему, 0.4, а вот ни в какую сборка созданной систембаком ставиться не хочет, ставится только официальный образ. Я как раз хотел поставить готовую сборку свою 18.2, настроенную со всеми моими прибамбахами, чтобы ее всегда можно было потом скинуть на любой раздел жесткого диска, восстановиться и так далее. Ну, и выход я, так сказать, нашел такой кривой. Значит, я флешку поделил на два раздела. Один раздел отформатировал, значит, 10 гигабайт, просто extension 4. И находясь на своем любимом винтике, я, значит, программа SystemBug, просто сделал на него большую копию. Не из-за, а большую копию. Я понял. Вот. А перескочил на винду, и на винде, значит, я поставил 17.2, у меня поставилась без проблем она. Сборка, опять-таки, моя. На ней SystemBug, все-все-все мои программы. Но если мне надо поставить кому-то или мне же переставиться, то я через свой SystemBug, я заскакиваю на этот разделчик. У меня 10 гигабайт на него выделено. И с него ставлю эту сборку, как говорится, куда угодно. А другой раздел на 18 гигабайт у меня там стоит, значит, ну что, вот Linux Mint 17.2. Стоит сборка Стрельца. Отдельную папочку я сделал, вот, ну, для десяточку. Это самый образ для записи. И когда в Сергея Стрельца заходишь, у него там такая опция есть. По ней прямо выходишь на этот файл, и прямо через Сергея Стрельца начинаешь установку сразу этой сборки. В смысле, чистой винды. Вот, ну, в таком плане. Ну, и парочка поисковиков операционных систем. Кстати, вот, последний, сейчас я хорошую к себе накладовочку забросил. Правда, большой, 18.2 гигабайта, но он, это самый нормальный, хороший поисковик. Он ищет, это самое, и группу, и уехит, там, нормальный такой. Вот. Вот единственный вариант, когда я заскочил на винду, скажем так, поделать свои дела. Ну, и то, что я потом сделаю. Я заскочу к себе на Linux, сделаю, значит, полностью слепок с этой флешки. И помещу его куда-нибудь к себе, там, на внешний жесткий диск. И все, потому что, если у меня флешка понадобится, я ее переформатирую, что-нибудь там на нее другое буду делать, ставить. А если надо, раз, возьму все, верну обратно. А так, практически, сижу на минте, но мне мне нравится, почему? Потому что, ну, он очень легко настраивается. И на нем есть систембак. А мне, значит, арчеводы, значит, много раз писали. Ой, да вот вы там, вот мы самые лучшие. Да я отписывался. Я говорю, да я не спорю. Ну, хорошая система арч, там, и манжара хорошая. Ну, вот подобной программы, как систембак, к сожалению, у них нет. Нет. Принципиально, это проблема того, кто написал систембак. Он же написал его чисто под Ubuntu. Работает систембак на Ubuntu, на Debian, на Mint. Практически на тех линуксах, которые в терминале понимают команду suda apt-get install. Правильно. Нет, плохо, потому что, ну, что это, программа, которая только на Debian подобных работа. Ну, к сожалению, так. Ну, для меня важно, понимаешь, в данном случае что? Что, значит, я всегда помогу создать образ на струбе сборки. Я в последнее время, вот за последние пару недель выложил на кладочку к себе. Значит, на все четыре сборки, значит, Linux Mint 18.2, с рабочими столами Cinamon, X-Face, Kede и что там еще? E-Mate. И там кратенькие видеоролики по ним сделал. Говорю, вот, пожалуйста, кому нравится, смотрите видеоролик, под ним ссылка, идете на ссылку, скачиваете образ, ставите образ, проверяете там у себя и так далее. Вот, то есть, систембак мне дает возможность поделиться из-за образов, которые я создаю, с людьми. Один там мне отписался, что, значит, да вот и Арч неплохо, скинул даже мне там ссылку. Могу тебе прислать. Есть, да, там это самый мудренный такой путь. Как можно создавать эту уже свою сборку Арча, настроенную и так далее, значит, делать из образ. Ну, скажу так, ну, для меня это танцы с бубном. То есть, по простоте, систембаком, конечно, ну, пока не сравнится ему. Если что-то подобное сделают, ну... Ты знаешь, я в последнее время рекомендую многим, кому лень, консолью там или... Ну, есть люди, которые соображают. То есть, вот я им показываю, как поставить Арх, они соображают, что я делаю, зачем я делаю, почему это именно так делается, я не знаю, то есть, объяснять ничего не надо. Но им лень. Они просто ленивые, как я. Я тоже ленивый. Поэтому я выработал в себе такую систему. Я беру... Знаешь, есть такая дистрибуция, этот аналог Арха называется Антеркас. Есть, есть, я его ставил. Вот. У Антеркаса есть такая функция, где можно установить только базу. А там на неё постепенно, как на ёлку... Знаешь, когда база уже стоит, ты туда вставляешь всё, что угодно. То есть, при таком варианте установка Арха занимает приблизительно, чтобы тебе не соврать, приблизительно ну, двенадцать минут. А, кстати, ты мне хорошую идею сейчас подал. Посмотри, что можно сделать. Допустим, ты мне подал... Я только мотоцикл ехал, чёрт бы его драл под окном. Я ничего не услышал. Ты мне подал очень хорошую идею. Значит, какую? Что можно порекомендовать пользователям, которые хотят попробовать Арх. Поставить вот эту, допустим, голую сборку официальную. А, и предложить им, допустим, вот если ты сделаешь набор этих программ, пакетная установка, и сразу там штук 15-20 программ им на Арх поставились. И будет у них, как говорится, причём с возможностью какой. Человек, допустим, может из пакетов там что-нибудь выбрать, то, что ему нужно только, и поставить только эти пакеты. Так я именно так и делаю. Ну, так я тебе говорю, ну, сделать всё это не по отдельности, а вот как ты говорил прежде, что взять, написать эту команду, пакетная установка, и в ней сразу там 10-15 самых таких ходовых пакетов поставить. Потому что у меня за это время, вот, я могу тебе сказать, ты можешь зайти ко мне на любой мой этот самый Ценомон, посмотреть, какие программы мы пользуемся. То есть, в принципе, они довольно-таки востребованы, и народ к ним так это, ну, хорошо относится. Вот. А почему бы и нет? И сделать такой довесочек, и человек тогда поставил базовую сборку, скачал, допустим, файлик, да ту же вишенку, из неё просто выделил, скопировал всё это дело, вставил в терминал, ему моментом, бах, всё и поставилось. Как ты считаешь? Ты имеешь в виду сейчас вот такой, такой вариант установки арха? Или ты говоришь о минте? Я говорю именно по арху, потому что по месту у меня уроков сделано. Это всё гораздо проще. Это всё гораздо проще. Ты устанавливаешь базу с помощью Абильда, господи, Антергос. Я его ставил, и урок по нему делал, даже, по-моему, парочку. Да-да, я у тебя что-то подобное видел, я уже просто клубком не помню, но тут ты же ставил его с каким-то Windows менеджером, да, и ставил его, он у тебя стартовал, и у тебя сразу был или KDE, или Mate, или Gnome, что-то было там уже, да. Он предлагал тебе выбрать среду, да. Да, я же делаю несколько иначе. Я ставлю просто базу, что это значит, ты ставишь базу и база минус девель, то есть база минус девель это набор компонентов для того, чтобы можно было собирать программы руками, то есть ты имеешь базовую систему, где уже есть X. Ну понятно. Знаешь, что такое X, да? Ну догадываюсь. Ну это сервер, который позволяет видеть тебе хоть что-то на экране. Xorg, ну... Xorg, да, правильно, Xorg это название этого самого видеосервера. Когда у тебя стоит база, тебе нужна одна единственная команда, и ты ставишь, к примеру, KDE. Но ты ставишь... Я, например, ставлю KDE без программ, голый KDE, там, где нет ни одной программы. Я ставлю базу KDE, только базу, без программного обеспечения, потому что программное обеспечение, которое ставится групповой командой KDE, это 95% мусора, которым я не пользуюсь. А-а-а, понятно. Это первое. Второе. У меня в пятеро меньше размеров этого KDE. В пятеро. Ну это существенно, да. Согласен. Конечно. Это совершенно существенно. А потом, у Арха, благодаря его репозиториям, благодаря тому, что тебе не надо вводить какие-то там APT, Gets, MET, там, какие-то репозитории дополнительные, то есть, это практически это то, что меня в Минте совершенно не устраивает, потому что сложно. И на мой взгляд, совершенно для нормальной жизни не нужно. Ну, знаешь, у меня есть два, два пакетных менеджера, у которых, правда, нет графической оберфлэхи, как это будет по-русски. То есть, графики нет, они только под консолью работают. А, GUI, graphical user interface, графическая среда. Да, да, верно. Так вот, у них этого нет. Это Пакман и Йоурт. Ну, знаю я эти штучки, да. Французами написанная программа, интересно, знаешь, как она переводится? Давай. Знаешь, что это злятит? Нет, не знаю. Йогурт. А, ну, йогурт, это йогуртом все зовут ее, да. Она йогурт и по-французски. Яурт вот этот, это по-русски йогурт. Черт бы его дал. Так вот, когда мне что-то надо поставить, мне не надо больше ничего. Я просто задаю яурт, пробел минус S большое, S маленькое, пробел Skype. И он тебе ее ищет. Что-что? И он тебе ее ищет. Он мне показывает все программы, которые имеют такое имя, с какими угодно расширениями. И все. Зачем мне делать какие-то сборники? То есть я надумал сейчас поставить Google Chrome, я набираю Google минус Chrome, и все, и вот я его показываю. Зачем? Если мне взбрело в голову, нет, Chrome, что-то мне не нравится. Я его тут же стираю и пишу Firefox. И у меня через 10 секунд стоит Firefox. Нет, ну... Нет никакого смысла какие-то программы, сборники, что-то там. Все, что ты себе можешь придумать, что ты решил, о, мне надо. Ты набираешь YOR, пробел минус S большое, S маленькое, пробел, имя программы, и получаешь эту программу. Все. Зачем тебе что-то это список? Я объясню. Значит, начинающие пользователи, они даже не знают названия тех программ, которые им будут нужны или понадобятся. Поэтому Arch и считается такой, скажем, осью для пользователей, которые уже имеют какой-то опыт, ну или для опытных пользователей. А для начинающих, чтобы просто, как говорится, привыкнуть к Linux, ну, я считаю, что там Ubuntu, Mint, там, да, тот же Debian, хотя на Debian, честно говоря, мне не очень нравится, у него там сети плохо настраиваются. Но все равно, это неплохие варианты. А да, когда, значит, уже люди понимают красоту Linux, там, что все-таки не поленись, ручками там и головкой там немножко поработай, и ты получишь все то, что, как говорится, желаешь, и все, что практически возможно, это уже дело другое. Не, ну, ты понимаешь, если речь идет о вообще начинающем, тогда дело вообще-то обстоит еще проще. Тогда ты берешь просто этот самый Антербюэс и ставишь его с КДЕ, и все, больше тебе ничего не надо. Потому что в таком варианте КДЕ ставит тебе все программы, которые к нему принадлежат, а там есть все. Ну, к сожалению, не ставится вот SystemBug на это дело. Нет возможности... А он не работает, ты же знаешь, что он работает только в Debian, похожем. Вот. Я, у меня где-то ссылка была, значит, сейчас я даже гляну. Присылал мне там один человек по Arch Linux, значит, ну, там можно, то есть, можно сделать свою, скажем так, сборку на Arch Linux. Конечно, можно, что это. Конечно, можно. Можно сделать из, ты понимаешь, элементарно командой ДД. То есть, ты делаешь сборку свою, грубо говоря. Потому что ты как ни крути, и как ни верти. А когда ты устанавливаешь Arch, так как положено его устанавливать. То есть, ты устанавливаешь базу, ты устанавливаешь отдельно X-сервер, ты устанавливаешь отдельно Windows-менеджер, который тебе нравится, подставляешь к нему программы, это уже сборка. Ну, вот, если я послал на русском языке, там, как это делать свою сборку, там, на Arch'ке и так далее. Есть у меня там в загашниках. А дальше элементарно берешь ДД, пробел, ИФ равно, указываешь область, которую ты хочешь копировать, ОФ равно USB-шки, все. И он тебе делает из 40 твоей сборки. Что тут, я не совсем, в Рубернштейн, что тут проблематичного. Ты имеешь в виду, что на Arch'ке через ДД можно сделать, без вот таких вот выпендрежек, как я тебя сейчас послал, можно сделать из-за своей сборки? Вот, посмотри. Ну, конечно, через ДД. ДД используют, ты понимаешь, у ДД много функций. Да у меня, там, у ДД без функций, он тебе, грубо говоря, он тебе делает из-за копию того раздела, который ты ему указал. Сейчас подождите. А, ну, я понял. Лёва, дело-то вот в чем. Что, допустим, у тебя там раздел, на нем 50 гигабайт. А твоя сборка со всеми настроенными программами, она занимает, к примеру, там только 5 или 7 гигабайт. А через ДД-шку он тебе все эти 50 и заделает. Это неправда. Неправда? Ну-ка давай, опровергни. Да не считай ДД дураком. Там, где налив, он их будет упаковывать в 1-0 и за ним писать сколько их. И все. Ну, если ты мне эту команду по созданию своей сборки в Arch Linux пришлешь, я буду очень благодарен, потому что тогда будет возможность у меня поделиться с пользователями и Archic, потому что я практически делаю, в основном, ну, ты видел мои обзоры, там, где ставится нормальный сестер-бак, там, где есть возможность с людьми поделиться и за образами. А их я выкладываю на кладовочку. А если так же я смогу сделать, допустим, на Archic нормальный, взять его, настроить на наиболее ходовые программы, закинуть наверх, чтобы люди скачали, поставили, попробовали, ну, это было бы просто великолепно. А то тут я вот нашел эту информацию, ну, читай, тут она такая, что в 20 ступеней и куча там на воротах, там и всего, и всего, и всего. Ну, в общем, видишь, да? Сейчас я смотрю как раз. Ну, то есть, ну, довольно-таки такая пространная команда, ну, куда деваться-то. А так бы я бы с удовольствием и по Арчику, и по Манжарке бы там что-нибудь такое бы делал бы. Я думаю, что на Манжаро тоже должно быть что-то подобное. То же самое. Вот, потому что такие же родственники, как Ubuntu и Mint. Сейчас, секундочку. Это вот, что ты мне прислал, это, конечно, интересно, но это не совсем нужно. Минутку, сейчас. Так, это что у нас? Ну, пусть будет русский, сейчас. Я просто все, как-то попытался поискать или команды, или программу подобной систембаком для Арчика, чтобы вот, ну, просто можно было сделать сборочку и за образ, положить ее, чтобы поделиться с людьми, чтобы мы могли скачивать, пробовать там свои, как говорится, пожелания высказывать и так далее. Ну, я этого не нашел. А если через ДД это все-таки ты считаешь возможным, это просто было бы великолепно. А тут они тут такие сложности поноворосили, что... Да, мы не очень это просто все... Так, ну-ка, интересно, что нам это... Ага. Да, это интересно, конечно. А у меня задача-то всегда была, ну, людям сказать... Это тоже один из вариантов с помощью R-Sync, как это сделать. Минутку. Понятно. Вот, посмотри, это как это сделать с помощью R-Sync. То есть ты получаешь полную резервную копию чего угодно. Так, подожди, теперь... Причем это работает совершенно с любой системой. В принципе, простейшая, простейший, господи, простейшая метода сделать резервную копию чего угодно совершенно. Ну, вот для меня это важно. Для меня... Для меня... Ты можешь дважды, например, сжать и G-цепом, и L-цепом. Сначала G-цепом, а потом дожать L-цепом, и оно будет, в принципе, небольшое. Проблема в том, что если Минт, он, так сказать, содержит в себе все, что надо для любой системы... Для любой системы, то ARC, он же компилирует свой кернель как раз под ту машину, на которую он устанавливается. Ну да, это два разных подхода просто к решению проблемы. Понимаешь? Поэтому с Минтом практически нет проблем установить твою сборку, скажем, на какой угодно компьютер, потому что там, так сказать, исходники есть для всех совершенной архитектуры. А если я попробую сделать такое же, на своем компьютере, сделать вот такое вот, даже с помощью того же ДД, то получится пшик. По той простой причине, что на моем компьютере ядро содержит только то, поддержку только для того, что имеется именно на моем компьютере. Я же при установке ARC практически собираю новое ядро. Понятно. Понимаешь? Угу. Поэтому это несколько... такая штука. То есть я сейчас только подумал, а действительно, момент. Я делаю МК и не ЦПИО. То есть МК, понятно, создай мне новый кернель, ЦПИО, то есть прочитай архитектуру компьютера. Он читает архитектуру, и он берет только то, что он в этой прочитанной архитектуре нашел. Если у того, кто берет мой ДД, и пытается установить на свой компьютер другая архитектура, то все, ничего работать не будет, потому что частей ядра нет. Это, с одной стороны, конечно, плохо, а с другой стороны, это хорошо, потому что получается, что мое ядро, оно настолько маленькое, что оно работает гораздо быстрее, чем любой МИН. Я бы, ты знаешь, и не стал бы поэтому там бить себя в грудь и там кричать, что вот там МИН лучше, Арч лучше. Линукс хорош для всех случаев. Для начинающих... Идет, а лучше, хуже. Они все нормальные. Да, да. Они все работают. Да, согласен. Речь идет о том, что для кого-то, кто только первый раз увидел слово Линукс и им заинтересовался, Арк не подойдет, потому что Арк требует знаний каких-то. Важно. Что ты хочешь, как ты хочешь, как это сделать, а МИН подойдет, потому что МИН не просит у тебя никаких знаний, он просто устанавливается и работает. И дает тебе возможность, если ты не хочешь ничего знать, а просто кнопки нажимать, так нажимай себе на здоровье эти кнопки, а если ты хочешь что-то знать, так он тебе дает возможность потихоньку, полегоньку с этим разбираться. Как это работает, что это, что такое АПТ-ГЭС и ЦД-ИТП, понимаешь? То есть они и то работают, и это работают. И то годится, и это годится. Просто для разных целей. Я больше чем уверен, что если человек начнет с МИНТа, и ему это понравится, и он начнет идти потихоньку вперед, хочет он кого-то или не хочет, он начнет потихоньку читать. А что там делается, а что тут делается? А что это такое компилирование? А зачем компилировать? И все. И этот человек рано или поздно все равно придет либо к Арху, либо к ГИНТУ. Ну, ГИНТУ там, по-моему, еще послажнее, позаковыристи. Да не, не, это, я уже наловчился с ГИНТУ тоже, оно не сложнее Арха, оно отнимает больше времени, но в принципе делает то же самое. А я помню один раз... Принципиально, самая большая разница в том, что ты в ГИНТУ ты должен сам настроить первое. Но если тебе очень хочется, ты можешь это же делать и подарок. Ну, понятно. Только непонятно, зачем это делать, результат все равно одинаковый. Ну, это, как говорится, кому нравится повозиться там и так далее. Ну, поэтому я считаю, что Арх Линукс хорош именно все-таки, да, для пользователей, у которых есть уже какой-то опыт, но и которые уже и Линукса не боятся, и уже начинают в этом деле разбираться. Арх Линукс надежен, очень надежен. Почему? Потому что Арх Линукс очень маленький. Да. Потому что Арх Линукс, если у тебя RTL 1124 сетевая карта стоит, то ты получишь драйвер только для RTL 1124, и все. И никаких бортингов. Длиннее, у тебя драйвера для двух десятков карт как минимум. Избыточность, да? Да, согласен. Да, да, именно, об этом же речь. Делает ли это минус плохим? Ни в коем случае. Если бы могли в минте, допустим, сделать такую штуку, взял, минт установил, настроил под себя, а потом, помнишь, раньше были программы для прореживания, допустим, убирали у тебя с компьютера, с Линукса, все ненужные, допустим, языки. Оставляли только там. Вот если бы что-то было подобное, чтобы, типа, можно было на минте сделать, что вот установил, все работает нормально, убрать все ненужное, вот это было бы уже тоже хорошим решением проблемы, я считаю, потому что практически люди получали бы уже под свое готовое железо, настроенную сборку там свою и, тоже бы, говорится, радовались бы жизни. Ты понимаешь, я не знаю, сделано ли это в минте так, как в архе или блоком. Если они подсоединяют языки блоком, то это очень тяжело сделать. Возможно, то есть надо вынуть этот блок, переписать его и вставить по новой. Но я не знаю, если же они это делают так, как это сделано в архе, то это элементарно просто. Потому что в архе ты можешь убрать вообще, собственно говоря, можешь убрать. Арх устанавливает тебе только те языки, которые ты генерировал при установке. Да, я с этим сталкивался. Я ставил несколько раз Антергос, потом Архитект. Антергос, а ты этого не делаешь. Антергос ставит тебе определенный набор языков, хотя в Антергосе с помощью командной строки эти языки убрать можно лично. Ну ты мне не дал договорить просто. Я просто хотел сказать, что я ставил и Архитект Линукс, и Ставил и Антергос, и там еще есть Архитект Линукс. Архитект Линукс это то же самое, что Антергос, только не так красиво сделано. Да, и немного чем это самое. Ты генерируешь языки только при установке чистого арха. Это да. Там это отдельный раздел, то есть ты открываешь специальную деталь, ты откомментируешь те языки, которые ты хочешь, вот я скажу, английский язык, русский язык и немецкий язык. Да, больше не нужно. Закрываешь эту деталь и даешь команду генлокали, то есть генерируемые локали, языки. И он тебе эти вот три языка, которые ты открыл, он их генерирует и все. В принципе, я мог бы оставить только немецкий. Один, единственный язык и все. Ну, в принципе, да. То, что тебе нужно. Именно. Именно. Но так как я пользуюсь практически чаще всего, конечно, немецким, во вторую очередь русским, и иногда английским, то я поэтому эти три языка и локализирую. Ну, понятно, да. Ну, ладно, значит, по крайней мере, ты меня сегодня к двум программам отослал. Я ДДшкой думал, что она не ужимает образ. Дох. Дох. Конечно, ужимает. Ты просто должен в команду вставить, что ты именно хочешь ужимать и каким образом. И для этого у нее есть опции, дексы и полцей, и так далее, и так далее. Я их, конечно, все не помню. Но я думаю, что если посмотреть в интернете, минутку, минутку, Google, если мы сейчас просто наберем, сейчас я в русском, и там самым, команда, 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 то тут будут, да, вынуть в системах, и т.д., и т.п., и тут, скорее всего, будут все, минутку, так, с каким этим, вот, девиз, все правильно, LCR, это если обновлять, MBR, генерация файлов, отлично, нет, нету, может, зараза. Ну, это когда нужно, как говорится. Ну да, это как всегда. Ну ничего, я-то, ДД в Википедии, вот в Википедии может быть и будет. Так, варианты, восстановления, а, окей, сиди, рун, со, б, рун, и роза, окей, дэй, мазин, со, отлично, фу, синг, ага, вот, я нашел, слушай, сейчас я тебе пошлю кое-что, это я у себя вишенки откопал, у меня в свое время, значит, там было. Так, посылаю, Лева. Ага. Это вот я просто сделал, можешь посмотреть там. Это прогресс с бартом, как образ создается. А, это я знаю. Ну, то же самое, только вместо образа из флешки, я укажу образ, допустим, разделом, на котором хочу сделать изо, и все, я думал, что нужны какие-то еще дополнительные команды, я боялся, что образ будет создаваться очень больших размеров, а так-то я тогда могу попробовать эти команды. Нет, да это-то все правильно, но то, что я имел в виду, что сжатие, я не могу понять, почему, там, в середине страницы. Создание образа, восстановление образа, миграция системы. Вот там, где подписаться, видишь, с правой стороны. Сжать любым архиватором, видишь? Я последнюю команду вижу только conf равно sync no error. А, вот, dd if, ага, вот, вот, вот. Он там вот стоит, видишь, этот знак, куда писать, get it. да, но он-то делает, образ-то не изо, а имг делает, вот, зараза. А мне же надо... И все, ему какая разница. Что, что? Напиши вместо имг, изо, он тебе сделает изо. Ага, хорошо. Разница-то ему нет, дд пополам. Он тебе напишет, что ты ему скажешь. Так, ну, тогда надо будет, наделать, вишенку тогда, поместить и потренироваться. Потому что есть, скажем так, такая потребность. Я думаю, что это дело довольно-таки полезное. Причем, обрати внимание, что следующая позиция, восстановление образа жесткого диска. И там тебе прямо дают команду, видишь, как это восстановить на жесткий диск, назад. Или при использовании сжатия, следующая строчка. Я сейчас вот уже все это дело завел сразу в вишенку, эту страничку, которую ты мне скинул. Нажму сейчас вот сохранить и пусть он у меня... Ага, не хочет. это мы сейчас быстренько его так сохранить. Как? Так. Ну, вот здесь и пускай сохраняю. Пускай заменяю. Ага, на Винде пишет, не хочет писать на жесткий диск. Ну-ка, сохранить как? Сейчас в другое местечко помещу я это дело. Ага, вот сюда. Вот так, вот здесь сохранилось. А вот теперь, смотри, какая интересная штука. Миграция системы на другой жесткий диск. Так, грубо говоря, о чем мы с тобой все время говорим. Да, да, да. Причем тут используется простейшая команда. Я вижу, эту же штуку можно точно так же вставлять туда глицеп и куда девать это вот. Ну, ты мне практически то же самое. Ну, что, ну, тогда буду все легко проверяется. Почему? Потому что я попробую поставить или Арчик или Манджарку. Так, ну, у них-то в терминале другие команды. Я форматирую, грубо говоря, флески этой командой. Я пишу, господи, когда скачиваю эти линуксовские дистрибуции, я пишу их этой командой на флеску. Конечно, как, не пойму. Ну, тогда нормально все. Для меня это была проблема, потому что я только практически делал все эти изообразы систембаком. А вот этой программы, которую я тебе послал ДДшка, я сделал только копии флешек. И нормально, они, как говорится, по сектору на меня все это дело записывали. Я хранил эти образы. Потом, допустим, нужна мне была флешка по каким-то причинам. Я флешку брал, переформатировал, ставил на нее там разные сборки. Потом, когда мне нужно было на нее возвратиться, я опять-таки из этого образа я восстанавливал все на флешку и у меня флешечка получалась опять-таки моя ремонтная, нормально все, без проблем. Я же тебе говорю, я пишу под Линуксом с помощью ДД образа на флешку. Класс, класс. Я это тоже делал, я на флешку образы писал, из флешки восстанавливал, но я писал скажем так, свои настроенные сборки. Понимаешь как? А если допустим целый раздел жесткого диска, что-то я просто как-то даже и не допер. Надо было скопировать не только разделы. Я согласен, да мне достаточные разделы, потому что ну сам понимаешь. Разделы-то, если ты можешь скопировать целый диск, кто раздел так или иначе. Ну да, принципы-то одни и те же. Ой, как хорошо. тогда буду делать все-то самое пробы пира, как говорится, проверять как оно все работает. Ну, вазчики, вот я насколько понял, какая проблема. На твоем железе работает, сборку выложил, надо точно указывать тогда на каком железе она работает, потому что у других людей эта сборочка она может просто не заработает. Конечно, конечно, еще раз, в этом смысле ARCH и все его производные проблематичны по той простой причине, что любая система, которая перед установкой или во время установки компилирует для себя керны, а компилирует она его на основе прочтения данных о компьютере, на который система устанавливается, это уже проблематично, уже проблематично, потому что единственное в принципе, что ты к этому ядру добавляешь и ручками во время инсталляции устанавливаешь графическую карту, понимаешь? Да. А все остальное считывается МК командой, то есть Make создать и все она считывает что у тебя за мазерборд, какой у тебя там чип зац, какой у тебя процессор, что у тебя за шины и т.д. Какие приборы на борту установлены, понимаешь, все это считывается и на основании этой информации компилируется керны, ядро. Но оно получается гораздо более компактным и размер занимаемой как говорится уже настроенной системой тоже получается очень маленьким. Ну вот наверное я так буду со временем сделаю урок где вот именно и объясню вот эту особенность что допустим тут нельзя как с ценамоном там или с ментом там поделиться людьми чтобы они просто взяли скачали и все с коробки заработало. Объяснить что да какой-то определенный опыт нужен в начале вот но зато если вы хотите конкретно под ваш конкретный компьютер допустим иметь уже оптимально настроенную как говорится вот систему которая только под ваше железо работает и которая конечно будет гораздо более компактно чем все остальные вот тогда пожалуйста да вам это самое путь на рч-линукс там на манджаро парч и генту и производная другие системы слаг верно например делает то же самое но это для сегодняшнего пользователя я думаю будет одувременно сложно ну в принципе да для многих людей вот как я понял для них важно что иметь значит вот у которых уже появляется какой-то опыт чтобы оптимально все было под их железо сделано и на нем работало чтобы они могли сделать этот образ куда-нибудь там себе на внешний жесткий диск его положить и работать дальше спокойно появились проблемы просто взял обратно восстановилось и вперед и с песней Алексей ты понимаешь если ты с Архом разобрался у тебя не будет проблем единственная проблема если у тебя вылетает компьютер ну да выходит из строя его части вот это да проблем нет я ставил Арх Арх работает так что там просто невозможно вынести систему просто невозможно я поменял у тебя оба компьютера так то есть у меня сейчас рабочий на FX AMD а на игровом у меня райцем ну знаешь новые AMD ну что-то такое читал сама в сети ну там что-то по типу супер бупер ну я тебе скажу что райцем я сам не ожидал он летит с такой скоростью что это просто это надо видеть это невозможно описать то есть у меня сейчас игровая система Windows под игровой системой стартует под тремя секундой я вот думаю хочу он 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 феодосии такой уже пожилой мужчина но интересный такой въедливый парень он хочет знать как оно и почему оно и вообще такое интересное у него к сожалению не хватает базовых знаний я пытаюсь ему объяснить ему все время натыкаемся что он того не знает поэтому этого не понимает такой но потихонечку с каждым свиданием через интернет мы потихонечку начинаем находить общий компьютерный язык это хорошо у меня есть рекордсмен из Харькова 90 лет человек умница клиент 88 но они 90 90 и вот он в прошлом году значит он написал мне значит что я прочитал там значит книжку там по-моему Федорчука я уж точно не помню посмотрел ваши видео уроки и поставил себе значит линукс человек очень не глупый потому что потом он как-то написал что сейчас просто времени нет а так я типа уже занялся сетевым администрированием и так далее но пишет со временем не очень а так как обычный пользователь он в этот линукс въехал он пишет что ему сын где-то да года полтора или два назад порекомендовал поставить линукс он стал этим интересоваться вопросом прочитал книжку попал на сайт значит там уроки он посмотрел и абсолютно спокойно как говорится своей головой своими ручками все дела поставил у него работает ну видно что человек грамотный вот ну просто умничка большая представляешь вот 90 лет молодец но честно меня это не удивляет я всегда на своем сайте всегда сколько у меня было там даже пару видео уроков что я сказать мне по барабану там пол возраст там религиозный там национальный там по барабану все главное сказать общайтесь нормальным языком не ругайтесь и говорите по теме вот и все а парочку в этом смысле у меня есть единственная проблема если человек с фашистскими взглядами с Украины бомберовскими то с таким я общаться не хочу ну я тоже не по какому поводу нет только у меня мне тоже совершенно пополам откуда человек взводит с Новой Зеландии с Мурманск Владивостока Москвы Питера да какая разница да говорим говорим о Ренуксе системой которую я люблю просто да и все и этим для меня все сказано он уже у меня имеет приоритет сказать моих конечно ой ну ладно настроить какую-нибудь серию где 300-400 компьютеров 200 серверов это было бы не так сложно это блеск ну ладно я прощаюсь желаю тебе самого наилучшего взаимно еще раз в случае чего звони я постараюсь что-нибудь придумать на своем канале все-таки и дать тебе туда выход чтобы ты мог как говорится на вопросы там иногда при наличии времени отвечать отвечать у меня на мобильнике я разве когда-то отказал да и на skype многие все какие вопросы я с удовольствием помогаю у меня на мобильнике поставлен skype поэтому 24 часа в сутки ну иногда просто отключаю звук если на работе вот но все равно там времечко даже если бывает на работе проверить там сообщение там или еще что-то я могу сразу по пропущенным там звонкам или еще отследить при наличии времени перезвонить ну ладно давай курилка до следующего раза счастливо счастливо увидимся счастливо